Молитва Молитва Далее Хлеб насущный, дальняя на сей день Что значит хлеб Ведь в данном случае многие люди закладывают какие-то свои нужды Я думал когда, что мне надо конкретно Когда я прошел хлеб насущный И понял что я должен делать все сам Но у меня не всегда получается высветить в своих темных углах пока еще свои проблемы То есть в чем я виноват? И вот я стал просить, то есть освети, высвети во мне, что во мне плохого. Ибо непобежденное тщеславие когда-то мне мешало разглядеть себя беспристрастно. Не получается, потому что мы все еще не готовы, скажем так, абсолютно четко сканировать, кто мы и в какой степени мы виноваты. И я эту помощь получал. Достаточно болезненно, было стыдно. Это приходило не обязательно как-то откуда-то сверху, а приходило через людей. Меня как-то неприятно тыкали, мне там что-то говорили. И моя задача была смотреть на людей, с которыми я контактировал, не сердиться на их там, может быть, грубый тон. Я всегда старался отбросить грубость, когда мне что-то говорили, невежливость какую-то. И ловил суть, прав человек по отношению ко мне или нет. И очень часто находил, что он прав. Даже вот восьмилетний ребенок когда-то мне что-то такое ляпнул. Вот я думаю, есть ли в его словах, хотя бы было обидно, и нашел. Да, исчезающее немножко, но есть. И следовательно, вместо того, чтобы злиться, я говорил, спасибо. Я же сам молитву это просил. Господи, привет насущный, дай на сей день. Он мне давал, видя вот таких намеков, оттуда, оттуда, оттуда. Потому что главное, что тщеславие наше, гордыня, не мешало нам это воспринимать все. Еще раз говорю, вы как зеркала друг у друга. И самые, наверное, главные зеркала – это близкие. Потому что мы все время рядом, все время обмениваемся каким-то либо теплом, либо холодом. Вот тут надо понимать, что сердиться на близких не надо. И надо отработать какой-то вариант общения. То, что многие там расстаются. И расставаться, я думаю, нужно уже тогда уже, когда абсолютно нет шансов. И здесь уже все выгорело. И вот тогда как бы душа тебя отпускает. Ну, я говорю, 77 раз надо думать, если вдруг так сложилось. Далее, прощай нам долги наши, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Эта фраза очень интересная. Ведь она, есть конструкция, как прощаются грехи. Не только в Библии написано, кому вы будете прощать грехи, тому они и простятся. Еще раз говорю, ни один человек никогда, каким бы он самым, не был обременен, никогда ни одного греха не отпустил. Это ложь, потому что после прощения греха человек был здоров и счастлив, должен быть. И мы страдаем за грехи наши. А если с человека сняли всю вину, почему же он продолжает в такой же степени страдать? Значит, здесь пустышка, плацебо. А вот Бог дважды в Библии указывает, и молитвой указывает, и в тексте указывает, что прощение грехов заключается в нашем прощении, тех, которым мы считаемся врагами, обидчиками. Если нам удастся их простить по-настоящему душой, значит, получится прощение. Мы сегодня кого-то простили один раз, два раза, три раза. Следовательно, это следствия, которые были привязаны к каким-то причинам в прошлом, разрешились для нас. То есть, клякся с прошлым стерта волей Божией, потому что мы здесь простили. А почему простили? В воле прощения не добьешься. А когда в логику заложишь, что если я не святой, то есть я грешник, соответственно, за мной тащатся колоссальные количество грехов. Если эти грехи искупаются так, как говорил Иисус, прощайте, прощение будете, вот я и учусь прощать. Но прощения от слов не бывает. Прощение бывает только душой, когда у тебя исчезает обида. И я добился этого прощения только одним способом. Как только мне вот обидно, я говорю, я же виноват. Получается, если я обижаюсь, я не принимаю обратно наказание от закона Божьего, значит, я противостою закону, обидой противостою, раздражением противостою. Следовательно, я мешаю собственному искуплению. Вот и все. И когда мне удалось это, в конце концов, уложить в голову, и все время вот эта, скажем, фраза на мне, тьма вот так, а я и вот так, тьма вот так, а я так. То есть логика тьмы, а я на ней логику света. И в конце логика света передавила. Естественно, и с моей волей тоже, потому что без воли ничего не сделаешь. Эта борьба долгая была, это непросто. Поэтому, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Так если вы это говорите, так прощайте. Потому что если вы говорите, но не прощаете, тогда и Бог говорит, ну я вас не прощу. Ведь эта фраза, она очень жестко связана. Причина следствия. Будьте добры исполнять то, что вы говорите. Иначе начинается просто сотрясение воздуха, и вы становитесь лицемерами. Отведи от искушения и избавь от лукавого. Так в Библии написано, не введи в искушение и избавь от лукавого. А далее в тексте в каком-то написано, Бог никого не вводит в искушение и не скушается злом сам. И я с этим согласен, потому что вводит в искушение дьявол, тьма. Она все время с нами рядом и пытается нас соблазнить, ввести в искушение. А прошу Бога, отведи от искушения. Защити пока слабого, начинающего христианина, от сумасшедшего нашествия тьмы. Вот в чем суть. Отведи, я пока не справляюсь сам. Отведи от искушения. Может через год я уже выстаю против этого, но пока не удается. Далее там Лютер прибавил и так далее, и так далее, я уж не буду говорить. И пресно, и во веки веков, Бог нам дал вот эту конструкцию. Она очень емкая, очень концентрированная, фактически в этом все и в Англии. Понимаете? И от души об этом правильно пишут, как в этой зеленой книге изложено. Что люди не имеют права на эту молитву, если они не соответствуют этим словам. Если вы говорите эту молитву, будьте добры, старайтесь следовать своим же словам. Вы декларируете, но подтвердите это своей волей, подтвердите это верой, подтвердите это реальным исполнением того, что вы говорите. И крещение, когда вы креститесь, говорит, достойно ли вы крестной силы? Когда вы зовете в молитву, да будет воля твоя, эта воля Бога обрушивается на нас и делает нам больно, потому что мы не правы. А нам это не нравится. И получается мы опять кривим душой, просим, да будет воля твоя, а моя воля вот такая, начинает калечить что-то. Понимаете, что происходит? Не понимают люди сути молитвы. А она простая, по-детски совершенно проста, соответствует своим словам. Вот из-за того, что как бы слово пытается придать многоликость, вот и на самом деле христианство очень простое, слова очень простые, их просто надо исполнять. И как вы видите, душа мешает этому голова. Мы вчера обсуждали, каким образом голову поставить на место. За счет чего это происходит? За счет того, что вы не как вот гипнозу обучают, когда человек там концентрируется на каких-то графинах, шарах, призмах, расфокусирует взгляд и так далее. Это приводит к гипнозу. А вот когда вы в образах вызываете, помните, технологические картинки, такой технологический процесс, очень плотный ряд этих образов, которые говорят, одна операция следует за другой, тогда как бы к нам не может войти. Мало того, то, что вы делаете, это приходит к вам в картинке образа лепица. Не волной 300 тысяч кем-то в секунду, где формируется гипноз. Это не мысли формы, это уже чувственные формы, они в 400 раз примерно быстрее. Следовательно, мозг уже не может захватить более высокий горизонт волн. Волн сильнее. Доминирует над мозгом. Поэтому Иисус это и говорил, держите очаг помыслов в чистоте. Не мысли держите, а очаг помыслов. Откуда начинается мышление плохое? Оно начинается сначала от эмоций. Человек даже не понимает, а на чем настроение портится. Если бы он был честен к себе, он бы сразу сказал, у меня дом кривой, старый и плохой, а рядом он какой хороший дом. Настроение портится, он даже не хочет признаться, в чем дело. Зависть это зависть. Ну и она многоликая, не обязательно к имуществу. Это может быть тому, что у одного муж богаче, а у этого жена красивее. А у жены вот такая машина, а у этого такая. А этот человек писатель, талант. А мне приходится 7 потов пролить, для того, чтобы 10-ю часть добыть от того, что он имеет. То есть к таланту. Это значит и в науке есть, и везде это есть. Это очень многоликая такая эмоция, зависть. Так же, как и другие эмоции. Потому что то, что индусы называют второй чакрой, то, что соответствует энергетике поясницы, часто очень болит. Чему? Скажем, вот с женщинами, когда я работал в свое время, ну персонально, разбита вторая чакра. Из-за чего? Неверные отношения между полами. Женщина, скажем, обижается на мужчину. Бывает, что относится к подругам не совсем правильно. Бывает, это и зависть, бывает еще что-то. Это отношения с детьми, отношения с родителями. То есть вот, и поэтому разрушение идет именно этого центра. Мы искажаем этот розовый луч. Если уж говорить о спектре. Если человек, скажем, завидует имуществу, если у него налет такой, как я называю, жадность, не обязательно такая патологическая жадность. Таких людей не так много. А вот сюда еще ведет материализм. Отсутствие веры и приверженность к материальным благам. Казалось бы, что плохого, если я люблю красивый большой дом, там это, это, это. Да ничего плохого там нет. Но это не должно быть главным в жизни. Для нас главное это. Стержень. Религия, душа, Бог. Если мы соблюдаем паритет, для меня там намного важнее вот это, чем вот это. Как ни странно, в жизни тебе начинает пребывать материальное. И ты становишься как бы обеспеченным, повторяя фразу, которую я вчера говорил. Не ищите, во что одеться, чем питаться. Так поступают язычники. Ищите Царство Небесное, а остальное приложится. Ибо Отец Небесный знает все ваши нужды. Проверенно, прекрасно действует эта фраза. Так же, как и все остальные фразы Христа. Он дал очень простую, четкую, стройную. Религию и фразы настолько потрясающе точны. Но суть их понять может только практика. Поскольку, когда теория без практики мертва, как говорят правильно, вошел в эту воду и начинаешь исследовать. И по фрагментам собираешь суть христианства. Потому что слишком много всевозможной отсебятины от людей было за эти века. И когда ты прорываешься, мне вот эти вот, как шелуха вся эта ложь отпадала. Я считал, что вот так по-христиански. А когда доходишь до определенного пункта, смотришь, что-то не ряжется. Иногда были подсказки, я молился, я там ходил в монастырь, все. И вот этот добывал по крупицам, вот свое это здание строил. И в конце был построен фундамент. Я бы там такую картинку рисовал, что мы строим некий сверхам. И в фундамент что закладывается? Первое, вера. Без веры вообще никакого нет движения. Потому что вера это открытая душа Богу, настоящая. Вот здесь это должно быть. Далее, надежда. Надежда, можно сказать, это вера во времени. Мы надеемся на что-то хорошее. Вот и вера, и надежда уже нас укрепляют и ведут. А дальше третий камень, смирение. Когда я осознал смирение, это была для меня великая победа. В частном, конечно, поле. Но это была победа, потому что смирение. Я понял, что это единственный способ списать грехи. Что я посеял, то и пожал. И если я жну свое прошлое, это ничего не уметь прошлое, лично свое. Вот тогда и Бог мне начинает прощать. Я понял эту конструкцию. То есть я искренне от души прощаю, не на слова. Слова ничего не дают. А вот искренне, когда мне исчезает обида под напором этой логики, вот тогда у меня начинается что-то таять прошлое. И достаточно было полгода, чтобы у меня со скрипом, скажем, началась меняться судьба. То есть лучше, лучше, лучше. Это же проверка опыта. А опыт упрямая вещь. И вот когда опытным путем были сложены эти камни, у меня вот ощущение было, что как-то я попрочнее стал, что меня так просто уже не сдвинешь. И вот фундамент мы завершили. Вера, надежда, смирение. А далее стены. Воля, терпение. Без этих двух качеств никуда не пойдешь, не будешь дальше строить. А дальше купол, как в храме. Купол. Это знание. Я проявлял знание. Все вот это, вот очистил все. И очень удивился, что это все очень просто. Христианство потрясающе простое. И венчает купол, крест, симов истину. И любовь. Вот тогда в душе и проснулось это понимание. Чтобы все, как одного рода племени, и не надо никого, ни на кого сердиться, даже на самых плохих людей, они выбрали свою судьбу, и они за это рассчитаются. У меня злорадства нет, наоборот печально, что люди не понимают, что они сами себе копают могилу. И иногда очень остервенело. Чувствуешь, как вот... И читаешь опять Библию, что мертвые будут пробуждены все перед судом. Мертвые духи или там что-то еще. И то, что человек... А, в ускорение пойдет. Почему вот сейчас такое зло на земле? Потому что свет принуждает человека проявиться по роду своему. Кто ты? С Богом или с чертом? Давление сумасшедшее. И это что такое? Это не какие-то слова. Мы получаем намного больше сейчас света, и с каждым месяцем он растет, интенсивность света растет в адрес земли, в адрес человечества. Что происходит? Я его сейчас нарисую. Ну, скажем, земля. И вот один человек, собирательный образ человека земли. Там, х, не важно, кто это. Земля. Свет, скажем, журк, работал с нами в каком-то режиме. Примерно с 1988 года, что даже наука, геофизики, геохимики заметили, что с 1988 года местами начала меняться энергетика. Очень серьезно. А что произошло? Земля и вокруг нее испачканное пространство, я не буду, скажем так, говорить конкретно, потому что солнечная система, скорее всего, выглядит так, потому что все наши телекоммуникационные связи, то есть мобильные и многое другая техника, которые посерьезнее еще калечат поля вокруг Земли. Я знаю, что и с Юпитером, и с Сатурном, и с некими другими планетами нарушены естественные отношения, гравитационные и так далее. И на Солнце я видел, как какой-то экран стоит, а за Солнцем еще какой-то экран. Один ученый мне хвастался, что мы можем с планетами так сделать, чтобы вообще развалить все. Я говорю, какие вы интересные. бороться тем, чтобы сами себя уничтожить, это же повернутом надо быть. Поэтому я думаю, что это все более серьезно. Для простоты изложения нам достаточно такой картинки. Вот свет пришел, запер всех этих умников в кавычках, и начинается давление. И возникает, скажем так, эффект котла, когда давление растет, внешнее, а внутреннее давление тоже растет. За счет чего? За счет того, что энергия, скажем, ну возьмем, в каких-то единиц, скажем, в норме она была 10 единиц. С 88-го пошло больше, 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 и причем ускорение идет не по прямой графику, как бывает, за подъем волны, а график идет вот такой, кривая второго порядка. То есть каждый второй день быстрее, быстрее, ускорее. И на сегодняшний момент давление очень сильное. А из-за того, что человеческая душа, помните, рисовала эти миры, вот тут тело, тут мысли, тут чувства, тут так далее, вот дух человеческий первый получает эту инъекцию света, повышенную. И скажем, месяцем и годом растет и растет. И что тогда? Куда тратится эта энергия? Мы, как линза, я уже говорил, что принимая нейтральный цвет, мы используем его либо на добро, то есть позитив, либо понимая это или не понимая, на зло, ошибки, грехи. Это возвращается к нам в сторицы, и это возвращается к нам в сторицы. Но поскольку люди не понимают сути религии и не понимают, что ответственность всегда будет за ними, всегда их достанет, рано или поздно. И они продолжают частью себя делать это. Ну и что? Ну и что? Считая, что и религия это какой-то там то ли хобби, то ли это опиум для народа и прочее, прочее. На самом деле свет молча продолжает накопление, давление растет, яркость света растет, и что? Окруженная тьма начинает как бы пространство терять. Это не то пространство, как мы имеем трехмерное, а некое другое. Ограничение возможностей волновых у тьмы им сужает как бы возможность действовать. Но изнутри-то тоже, вот я сказал, что люди все больше и больше грешат. А почему? Антихрист поднимет голову, было сказано в Библии, что это такое. Что свет под давлением вот этот конкретный человек, Икс, все больше и больше делает зла. Почему? Да потому, что света больше, соответственно, он получает энергии больше. И он всю эту энергию, вместо того, чтобы нацелить сюда и вырваться, он начинает тратить вот на это и портить жизнь другим. Тем самым происходит ускорение, накопление его отрицательной массы, которая в конце концов его и угробит. Видите, какая суть? Как бы либо ты используешь эту силу для подъема, либо эта сила еще быстрее тебя утопит, потому что время ждать больше нет. Настолько вы запачкали пространство, что Бог больше терпеть этого не будет. В этом и суть, как я скажу, световая суть суда, физика суда. Вот это конкретно отдельный человек, планета, трается сейчас светом, и она начинает постепенно как бы подниматься, она как бы утонула в этой грязи. Планета чистится, она вся вздрагивает эти землетрясения, что только не творится, аномалии климата, она начинает подниматься и вздрагивает под напором света, она от него отвыкла. Материя, пропитанная нашими эманациями грязными, она вся губка нефти пропитанная, сейчас от этого избавление идет. И мы должны, каждый человек должен успевать примерно с одинаковой скоростью с землей меняться. Если кто не успевает, он начинает попадать под напор искажений, то есть дельта разрыва, энергетика, которая пришла и той, которую вы имеете. я на себе это прекрасно почувствовал. Только-только начинаешь два-три дня попытаться останавливаться, начинает бить опять тьма, потому что она подголеет меня, как кнутом, давай, не остывай, не останавливайся. Какие чувства возникают, когда слышишь, что ты отошел? Как чувства это? Ну, у вас, например. Просто я защиты лишаюсь. Я объявил войну тьмой, я с ней борюсь, соответственно, я знаю, как с ней бороться. Я уничтожаю бес, а не сам. Я простил. Казалось бы, что это за оружие. Но Господь, я же тебе сказал, если ты, конкретно ты, простишь, тогда в прошлом твоем клятся, будет уничтожено, бес уничтожен. Следовательно, мое прощение, уничтожаясь, бесов, которых я когда-то породил. Прощайте, прощены будете отцом нашим. Я хотел спросить о чувстве. Вот вы говорите, человек отходит от этого, да? Он начинает тонуть. Ну, то есть, при этом у вас есть, какие чувства в человеке возникают? То есть, я вот это почувствовал, стоп, значит, я тону, я не туда иду. Во-первых, у вас будет портиться настроение, и вы восстановить не сможете. Ага. Раз. Во-вторых, обстоятельства внешние начнут вас давить. Неприятность тут, неудача здесь. И это все больше и больше будет. Начинается все с малого. Я научился читать жизнь. Скажем, я утром проснулся, вроде как ничего. Ничего, это действительно ничего. Ну, терпимо. Вот. Я, значит, иду умываться. Начинаю умываться, у меня там мыло выскальзывает, летит куда-то. Я его достаю. Опять ничего. Потом беру бритву, начинаю бриться, порезался. Ну, ладно, сейчас. И вдруг ты меня доходишь. Слушай, одна мелочь неуловкость, вторая мелочь неуловкость. Я достаточно ловкий человек. Значит, мне идут намеки. Что-то не то в нашем королевстве. Раз, настройка, сразу обзор, локаторы, и смотрю, а у меня в поле сидит кто-то. И копает под меня. Значит, надо на ранней стадии мои пограничники их обнаружили. А если этого нет, если ты не читаешь жизнь, тебе лень, ты захвачен добычей денег или там разборкой с кем-то. Мозги нам это подбрасывают и подбрасывают. Если для меня дороже моя душа, я буду заниматься в первую очередь душой, а уж во вторую очередь всем остальным. А мозги говорят, ты что, ты без денег останешься, ты же ты жить будешь. Я говорю, как-нибудь проживу, там корочка хлеба под шкафом лежит. Я не проживу. Разные шутки были. Идет диалог. То есть, почувствовать, что тебе вывалится все с рук, это подсказка, что ты идешь на ту сторону. Начинает неприятности. Вот и все. А черти не прощают, потому что я себе поднял на них меч и начинаю с ними сражаться еще как умело. Как только лишаясь из-за лени защиты, они на тебя улюлюкой набрасываются, такое начинается. А, ты против нас, мы тебе сейчас покажем. И тут быстро хочется вернуться сразу под эту защиту. Крестная сила всегда с нами, но мы не должны отказываться от нее. Первое, что мешает нам, это вот неверие и лень. Единственное условие, что надо идти быстро и верить. Ну, и получается, что когда-то, как срок нам неизвестен, поскольку час и день мы не знаем, то вот как планета вынагрнет вот сюда вот куда-нибудь в чистую зону. То есть, вот с этого момента это и есть конец веков. Письма больше не будет контролировать ни людей, ни что. Вот это будет уничтожено. И вот блажен тот, кто вот тут на этой земле останется. Как в Откровении она благословно описывает. Вот те, которые люди останутся, будут достойны не с точки зрения каких-то институтов земных, не с точки зрения меня или кого-то еще, а с точки зрения света. Потому что условия, как я выяснил, что условия единственные всю греховную массу мы искупить не сможем. Но мы должны максимально это сделать. Максимально это значит по справедливости я делаю все, что могу, а Бог не может от меня потребовать больше, чем я могу, потому что Он справедливый. Если ты действовал за всех сил, начиная с того момента, как узнал, зачет пройдешь. Если ты этого не делал, ни зачет не пройдешь. Что бы ты о себе ни мнил, вот и все. И кто бы тебе что ни говорил. там еще в итоге решение отсюда идет ниоткуда нибудь. И вот все, что здесь останется, а потом что об души как раз описывает, что контроль воли Божьей будет абсолютный. То есть воля Божьей будет контролировать нас. Это жесткое давление. Из-за того, что мы за многие миллионы лет так и не стали людьми. Значит, надо условия поменять в этой пробирке. Не получается у людей. Один пророк, второй пророк, десятый, там и сам Бог приходил, уничтожили его. В конечном итоге вот здесь будет немножко другие условия. Поэтому вот вам доверена такая, ну, как бы, сила для того, чтобы вынести красоту в мир. Вы используете вот на грязь, из-за пачки или все. Отсюда у вас отнимается право на свободу выбора. И вы будете делать то, что воля Божьей обдаст на какое-то время, на тысячу лет. И если вы в таком режиме не исправитесь, тогда вам вообще больше не место в сознательном мире. Не на Земле, а именно в сознательном мире. Потому что планета Земля не одна планета, где существуют существа разумные. Только фазы развития их может быть разная. У одних среди вековья, а у других может быть каменный век, а у третьих уже там какие-то суперракеты. То есть разные фазы могут быть. Поэтому говорить о том, что Земля уникальна, единственное, да, это уникальная планета, редкая планета, но такие планеты еще и есть. Ну вот примерно как бы от молитвы мы оттолкнулись и связали ее с тем, что происходит. То есть надо уметь пользоваться тем набором качеств, которые в человеке есть. И то, что называется законом, потому что мы многие понимаем на Земле закон как некое насилие, как некое ограничение, правильно? А почему мы так считаем? Потому что мы не привыкли жить по закону. И закон местами заставляет нас жить. И мы живем из страха общественного мнения, что против нас будет, или какого-то наказания, штрафа и прочее. А когда закон становится твоим я, тогда закон Божий, тогда он проявляется как наши способности или как законы. Почему? Напоминаю, откуда мы родом. вот творец, который сотворил творение, ну и нас. Вот дух человеческий, а тут где-то тело, вот набора. Это и есть человек. Самое большое, что у него, это дух, самое маленькое это тело. Дух святой породил дух человеческий, но значит он и светом наделил, то есть фактически воля Божия породила нас. А что такое дух святой и воля Божия? Это законы. Потому что они пропитали все творение законностью. И мы представители закона, и мы должны этот закон осознать, в этом есть смысл бытия. А хихики, ну что о смысле жизни поговорим, да вот он. Научись жить по закону собственного я, и тогда мир тебе вернет это все. Это законы гармонии, красоты и любви. Если ты осознаешь, что ты сам есть красота, любовь и так далее, не мешай себе жить ошибками. Вы же сами знаете, что если вы ведете даже в компьютере какую-то работу, любая ошибка в компьютере приводит что? К сбою программы. Вот у нас тоже сбой программы. Потому что грех это вирус. Информационный вирус, он начинает мешать жить. Чем больше грешит, тем больше мешает ему жить. Из-за того, что появилась тьма, то есть зло, это формы, которую сотворили люди за миллионы лет. Эта тьма поддерживает эти ошибки и мешает реализации правосудия. Потому что слишком уж она плотная и мощная стала. Но она питается нашими грехами, это ее пища, поэтому остервенело, пытается оставить нас в объятиях тьмы. и наша цель вырваться из этих объятий. Дать себе шанс хотя бы выбраться и научиться жить по закону, тогда мы замкнем кольцо эволюции. Мы пришли сюда, мы в тело, и мы должны в конечном итоге прийти в сознательно духовное состояние. Это и есть смысл бытия. И он не ограничивается только земным пребыванием, и дальше пойдет развитие. Теперь давайте поговорим еще есть такое понятие эрос. Эрос люди связали буквально ограничили понятием эротика. Это далеко не совсем так, потому что отношения интимные, влечения телесные, оно входит в состав эроса, оно это его только и самое нижнее значение земное, а настоящее значение эроса это проводник, от духа проводник к телу, проводник любви. И правильно в книге есть такой пример, который мне очень нравится. Он говорит, когда вы видите, сидит там лет 14-15 девушка, такой же парень, они чистые, у них нет никаких еще поползновений там в интимные отношения, но им очень хорошо друг о другом. Они сидят, они так млеют, даже боятся на друга посмотреть. Вот это зарождается чистое, вот это эрос. Эрос, когда мужчина любит женщину, он знает, и есть такая женщина, которую я очень люблю, она может даже не моя, но я ее настолько люблю, из-за этого мир раздвигается, он готов подвиги совершать, даже ради женщины, которая другого любит, но он ее любит, для него это все, вот это эрос, настоящий, никакого эгоизма тут нет, понимаете, что это такое? и тогда в человеке вот это открывается снизу, и эрос как проводник начинает приводить движение струны души, а соответственно дальше и эта линия начинает проводиться, восстанавливаться связь, и целая глава посвящена и в других главах пару раз упоминания, что эрос и его роль в духовном развитии, нельзя принижать любовь, которая приходит сюда, любовь это не божитель, это дух ваш, если вы отсечены от души грехами своими, у вас любви тут и не будет по причине беззакония, вот, у вас охладеет любовь, фраза Христа, и она действительно охладела, поэтому нам не тепло стало жить в паре, кое-как, кое-как тащимся, где-то что-то немножко вспыхнет, тут суд же гаснет, как вот искра, слишком сильный грязный ветер, тут же задывает все, то, что держать вот эту линию, мы не в состоянии, нас атакует, атакует, день и ночь перекрывает нас, а потом почему, потому что человек не борется, не верит, если вера открывает врата и попытка работать, то есть списать старые грехи, через смирение, через прощение, а новые тормозики не делают, то, что мы вчера говорили о законах, и говорили по каждой эмоции конкретно, что делать-то надо, на что опираться, в основу победы над эмоциями, еще раз повторяю, лежит либо качество Бога, либо законы Божии, ничего другого, никакой от себя тяны, все, я когда-то сказал, ничего своего и не буду, только то, что в Библии, только то, что законно, опираясь на эти инструменты, мне удалось продвигаться шаг за шагом, трудно было, но это возможно, я просто доказал, что человек может победить, если он очень сильно хочет, и для него понятие душа действительно дороги. мы немножко задели, потому что идет процесс оздоровления, и в серой книжечке «Мир, который мы натворили», там очень много информации, я ее там всю не хочу, если хотите, почитайте, но такие моменты, как вот то, что происходит в Солнечной системе, я вам расскажу. Эта информация примерно, ну написана статья там была где-то на 2000-й год, значит, состояние Вселенной, которое там описывается, Солнечная система, это ранее 2000-го года, это где-то 90-е годы. Что происходит в 90-е годы в Солнечной системе? Атомарного водорода, вы знаете, это водообразующий фактор, стало в 100 тысяч раз больше, чем нормальный фон, в 100 тысяч раз больше, ни в 2, ни в 3 раза, в 100 тысяч раз. Откуда этот водород появился? Это первое, что заметили ученые. Второе, что идет колоссальная закачка энергии. В основном меняет энергетику Солнечной системы кометы. Зачистили к нам кометы, особенно ярко проявила себя комета Шумейкира Левии, которая в каком-то, не помню, году рухнула на Юпитер, причем она двойная была, с какой-то связью, таких не бывает комет. Вот, и после того, как она упала на Юпитер, у Юпитера стали происходить какие-то события, спутник Ио на тот момент до миллиона ампер появился шнур между Юпитером и Ио, и потом стал больше, больше, и больше формировать эту связь. И между Ио и Юпитером вот это пространство внутри орбиты стало бриковать. Как бы, говорят, ученые, не появилось еще одно кольцо, как у Сатурна. Вот такие вещи есть сейчас в космосе происходит, просто мало кто этим озабочен. А есть и другие, что с Землей сейчас творится, с полями Земли, что творится с хорой Земли. Кто-то упорно и быстро стирает это, когда информация идет, значит, кто-то озабочен, чтобы народ не собрал всю информацию и сказал, слушайте, так мы на грани катастрофы, а для того, чтобы не мешать воровать и продолжать эта тьма через своих текст-агентов не дает людям. А мы подвешены уже. И сами ученые говорят, мы с ним беседуем, что мы в каком-то преднапряженном состоянии Солнечная система, она в любой момент может прийти из ламинарного в турбулентный. И все. Никто не может сейчас сказать. Да, срок, мы подвешены. Это даже слово. И еще такую вещь. это одна из гипотез. Солнце когда-то одна из гипотез. Было более холодным, менее горячим, соответственно, и гравитация у меня была послабее, чем сейчас. И образование планет шло каким-то, может, комбинированным способом. Первая масса, как бы, отрыв от Солнца, так называемая, как прутуберанция, или плазма. И эта плазма самостоятельно начала, обрастая еще какими-то космическими дотациями, вращаться, скажем так, вокруг орбиты. Далее, происходит, какие-то миллионы век проходит, увеличение гравитации. Солнце добавляет яркость, добавляет гравитационную напряженность, и планета отходит на другую. Вот это образование, может, когда еще нет, не совсем планета, отходит на другую орбиту. Так было много раз. Удаление, естественно, остывает масса. И, сами понимаете, что удерживать планету или эту массу на определенной орбите гравитационное постоянное, равенство между центробежной и центростремительной силой. И чем дальше уходит планета, соответственно, на ней в какой-то степени, в каком-то удалении появилась возможность биологической жизни. То есть, появились сначала, ну, вода там, потом сине-зеленые, вам рассказывают, не надо все. Еще какие-то фрагменты удаления времена появились, ну, вплоть до приматов, не будем всю эту эволюцию там. Появились приматы, потом млекопитающие, потом приматы, и потом, в конце концов, отсюда пришли духи. То есть, десант фактически первых приматов, которые наиболее были подготовлены, и по земле сменилась программа. И зверь, не все, конечно, пошли по земле и меняться стали по образу и подобию Божьему. Почему, как бы, не все обезьяны стали людьми, а почему не все люди стали нормальными, можно сказать, одни к Богу, и тут, а другие, что творят. У них тоже был выбор, одни были очень сильны, у них что-то происходило, и мозг сильный, и все, а другие нет. Это и есть естественный отбор. Теперь дальше нет у меня возможности рисовать, но скажем так, вот когда появились первые люди, пусть эта дистанция от Солнца будет там 15 миллионов километров. Я намеренно так делаю, для того, чтобы появить одну вещь. А далее, сейчас вы знаете, что расстояние до Солнца примерно 150 миллионов километров от астрономической единицы. То есть, радиус увеличился в 10 раз. Соответственно, вы знаете, 2πr, длина окружности прямо зависит от радиуса и от постоянной величины. Если радиус у нас в 10 раз больше, соответственно, и 2πr в 10 раз больше будет. Правильно? Умножение 2π на r, все. И наши предки в это время, когда-то, решили измерять время периодами обращения вокруг Солнца. Год. Ну, год был, представляете, когда 2πr такое было, а потом 2πr такое. Стала разница приличная. Поэтому эти крутились как белка в колесе. И набирали 600, 700, 800 оборотов. Был нормально. Биологический цикл. А сейчас достаточно. 60 раз обернуться, что будет кратно тому, что 60 было на 600 было на дак. Поэтому ни Ной, ни Гафусаил, ни все эти древние жители никакого отношения не имеют к долголетию. Они примерно биологически жили так же, как и мы. Только у них другой метр был. Они мерили попугаями, а мы мерили мудавами. Помните? Ну, фильм. И все. Способ измерить метр другой. Это как раз связывается Библия. Это описывает очень древние века. Это никакие, как некие секты говорят там. 5-6 тысяч лет мы живем. Ничего подобного. Археология доказала, миллиарды лет мы живем. Остатки техногенной цивилизации находят в таких породах миллиарды лет назад. Следовательно, эта гипотеза, я подчеркиваю, имеет право на жизнь. Потому что она кое-что объясняет. И в споре с учеными, когда они упрекали, что куда это вынуло, я говорю, ваша гипотеза, которую, скажем, вы конкретно преследуете, не объясняет некоторых связей. А по ученому заключению от ученых, что гипотеза принимается та рабочая, которая максимально объясняет все непонятные вещи. Вот те, которые максимально объясняют, а это только два теории, это только одно, это вообще ничего не объясняет. Не берите, не берите, а уберите там, где больше понятного. Гипотеза связывает, поэтому вы здесь по крайней мере что-то похожее. Вот. И еще одно. Одна фраза в обдушину подтолкнула меня к осознанию одной вещи. Одна фраза. Время на земле было неоднородным. То есть, оно не было постоянно таким, как сейчас. Когда я задумался, я стал разбираться, что ж такое время. И в конечном раке до меня дошло, когда копался-копался, разгреб эти помехи в мозгах. Время – это скорость жизни, интенсивность жизни. А остальное все служит для того, чтобы измерять периоды, в которых происходят конкретные события. Скорость жизни, интенсивность. И смотрите, когда планета была где-то ближе к Солнцу, тут время было очень медленное. Мы начинали с очень медленного времени. А почему? Ведь автомобиль тоже разгоняется, не сразу. Раз – он скопнул на 200 км. Нет. Сначала первая скорость, когда адаптируется механизм, то вторая, потом третья, чтобы не сломать его. Вот так же точно. У нас еще не было способности жить на Земле, мы как новички тут были, раз, и что же нам тут делать? И вот на очень медленной скорости происходили события и с нами, и с окружающим миром. И так каждый раз, то есть поступенчато время добавлялось. За счет чего? За счет гравитации. замечено было еще в начале 20 века, так-так, то есть научный, что время внутри зависит от напряженности гравитационного поля. Поэтому если Солнце становилось гравитационным в смысле напряженнее поле, следовательно, оно могло удержать планеты на более далеком расстоянии, чем уравнения, константы вот эти. И сейчас вот у меня ощущение, что Солнце очень большим будет, а потом возможно сначала будет вспышка, как сверхновый, тьма будет проглочена, а потом опять Солнце сожмется до какого-то уровня, и планета будет намного дальше, чем сейчас. Вот это будет может быть смерть первая, это чисто предположение, я говорю, я не знаю, что будет, абсолютно ничего не знаю, это будущее не дано знать. Ну как предположение. И время будет намного выше, не вот так вот, а будет какой-то скачок, и вот что-то воскреслить к новому бытию, по откровению, оно богослово, сможет ли он жить в этом ритме или нет, потому что когда мне иногда приходит голова какое-то непонятное состояние, то сердце начинает трепыхаться, то здесь что-то начинает возиться, и я говорю, почему? Мне говорят, это не болезнь, это перестройка биоритма идет, и сердце перестраивается, и почки перестраиваются, и мозг перестраивается, соответственно, идут другие химические электрокоманды другие, и поэтому после стеменов происходит адаптация к медленному подъему, потому что свет пребывает, и представляете, если человек к этому не адаптировался, что же с ним будет при этом переходе, он просто не выстоит, он просто не сможет жить, то, что биоритм принятый в таком экстренном режиме, он не освоит сразу, затем, день-два, когда произойдет резкий скачок, и отдушин об этом пишет, что для всех будет очень неожиданно резкое ускорение, ускорение касается не только, скажем, раз что-то и поехало что-то рядом, нет, со всей материи будет ускорение, и био, и минералы, абсолютно все, в том числе, вот, когда в спорах мне на лекциях говорили, что это не так, что это вот так, что уран там 230 какой-то, изотоп говорит, что вот время было вот так, что С-14 изотоп углерода говорит, что он так и так простанком, а я говорю, вы знаете, когда менялось время, оно коснулось из периода полураспада, оно тоже было медленным, а потом ускорение пошло, ускорение касается абсолютно всего, что в материи происходит, захватывается, в общем, все, вот, и, если вот это все рассматривать, у людей сейчас, у многих сны даже появились, мне звонят, и оцениться какая-то большая вода, какой-то цунами на нас, и говорят, с одной стороны вроде и страшно, а с другой стороны как-то хорошо становится, я говорю, да, вот смесь такая есть, естественно, что, если по Виблии говорят, что такой ужас на Землю придет, какого не было сотворения мира, и больше никогда не будет, соответственно, для нас, конечно, это будет, ну, серьезное испытание, но с другой стороны, я говорю, если тьма будет дальше жить вот так с нами бок о бок, те люди, которые устроили нам жизнь, они будут еще десятилетиями над нами, им хватит уже 10-20 лет, чтобы превратить в какое-то криминальное наше общество, чтобы просто заставить нас под штыками жить за глоток воздуха, будешь дышать, если ты будешь на нас работать, нет, значит, все там, и так далее, то есть идет все к этому, соответственно, лучше, если свет это все немножечко берет, и дать возможность нормальным людям жить далее, я, кого соведает. что еще можно здесь добавить? В данный момент, когда я немножко экспериментировал, улечил людей, несколько таких моментов скажу, потому что они связаны с моим осознанием того, что происходит. Как-то я был в одном великном госпитале и приличил одного полковника, мне попросил знакомый и говорит, хороший такой человек, в нем у него ноги, отменялись руки, он почти двигается, прогрессирующий паралич какой-то, причины толком не может никто. Я пришел и вижу у него в позвоночнике и красный костный мозг, знаете, если врачи есть, а там лимфоциты формируются, вырабатываются, эти красные кровенетерзательные. И вот у него и здесь изотопы, и здесь изотопы, изотопы это, скажем, аномальный атом, то есть там, допустим, положено иметь один лишний, вернее, правенство между электронами, нейтроны и протоны, а тут лишние, допустим, нейтроны есть, то есть, соответственно, искажаются формы и немножко другую, то есть, изотопы называют. и естественно, что, я говорю, вы где-то нахватались, вот, то, что у вас искажение идет в ваших элементарных частиц, он говорит, а я, говорит, 12 лет служил в Форт Шевченко на Каспии, там очень мощные локаторы стоят, и я, говорит, на локаторах, я знаю, я сам, когда в спорттропе служил, полгода на границе на локаторах, вот там волосы у ребят иногда вылазили, потому что, попадая под ПРВ, это высотомер, вот они, там, излучение такое, сантиметровый диапазон, очень жесткое излучение, вот, и я, значит, говорю, давайте попробуем вас лечить, он говорит, ну, давайте попробуйте, только мне очень любопытно, как вы у меня изотопы увидели, и я задумывал сам, какие их увидели, я говорю, я не знаю, ну, я вижу, у вас все-таки ненормальные какие-то эти, давайте так, говорю, ну, через день я приду, опять к вам, в сеанс надо провести, несколько сеансов, я попробую разобраться, я вам расскажу, домой прихожу, и думаю, ну, каким образом наш глаз, скажем, видит, этот глаз, видит какой-то предмет, принципы оптики, волна, вот она пошла, 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 если обозреваемый предмет, в него вмещается одна длина волны, я его вижу, едва-едва не вижу, здесь, конечно, уже 3-4 вмещаются, я лучше вижу, и думаю так, а у атома, какой-то 10, там, минус какой-то степени, помните, сантиметр, что ли, так измеряется, минусовыми степенями, получается, что моя длина волны, на момент лечения этого человека, достигла уже такой плотности, чистоты, что она влезла в этот электрон, значит, у меня очень гига-гига какие-то эти, мало того, эта волна быстрее, быстрая, потому что то, что я иногда видел, еще забегаю к одному больному лечил тренера по волейболу, который он мне взял в Москве на свою команду, а вот он думал, что я так приду, буду им мешаться, а потом я стал играть, один вуз московский, он говорит, ты еще поиграть и как-то сумеешь, и меня во вторую сборную взял, тренировались нормально, вот, у него там другое, сердце, значит, его, четыре камеры, знаете, там, малый круг кровообращения, большой круг кровообращения, малый, это, который принимает через легкие, кислород, а большие его расходы по всему организму, в том числе и мозг, как топливо, кислород, через гемоглобин, вместе все, и ван, и вот у него нейтральный клапан, сердце болит, он говорит, я уже, наверное, старый, меня надо выгонять, я не могу уже на работу походить, и я в этот клапан залез, каким образом, просто вошел в сердце, я говорю, ну, так в камере, вот, как в мультфильме, я вижу вот клапан, и у него ткань, очень жесткая, вот как загипсованная, и эроток вот не может эластично, но дышать этот клапан, прокачивает кровь, а как вы понимаете жесткость, я не знаю, ощущение, это не мозг, это не чувство даже, это ощущение, причем я вижу снаружи сердца, что дряблое оно какое-то, и вижу изнутри, одновременно, объемно, со всех сторон, на это не способен, ни мозг, ни эзотерика даже, то есть и астралм, это не способен, вот тогда я, я даже не придавал значения тому, что я получил, мне казалось, что это нормально, потому когда вот так поднимешься сам, над собой, ничего себе, вот это способность, это способности есть у всех, это дух наш таков, мгновенно, сразу со всех сторон, и изнутри, и снаружи, и объемно, никакая панорама, это никогда не панорама, и что я делаю, я с этим сердцем, типа консервного ножа беру, я не врач, и начал это все вырезать, этот жесткий контур, и выносить, обычно через низ, как это, есть как энергетическое, это сбросное отверстие, через между ног, сброс идет, вот, и есть отсюда, можно вытащить, а можно тут, но там ближе был, тоже, и вот, когда я это сделал, я с зеленым цветом, зеленый цвет, это цвет заживления, как трава на солнце, красивый цвет, зеленый, вот 30-40 секунд, и когда я это сделал, раз в два с ним поработал, он опять стал работать, слушай, спасибо, только когда успехов думал, операцию надо делать, или вообще на пенсию, под поболеть, то есть, как видите, способность у человека идти есть, вот, а вернемся сюда, к полковнику, значит, когда я ему рассказал все это, он радиотехник, но с ним на одном языке, потому что он не знает, что такое волны, вот, я когда-то изучал, что как есть несущая волна, есть рабочая волна, несущая это сила, которая переносит энергетические эти блоки, а рабочая волна, она конкретно выполняет определенные задачи, это как вот телевизионный кабель, проброшенный от столба до столба, идет трос, чтобы кабель не оборвался, а уж сам кабель тоненький, смысла нет, его такой провод делать, чтобы он там медь тратил, экономия, тоненький провод, а несет его трос, вот здесь то же самое, эта волна не стоит энергетически расходно, но она несет, а вот эта тоненькая, она очень талантливая, точная, и работает так, как нам, и то, что надо, вот я стал, не помню сколько раз, 5-6-7 раз там с ним работал, у него руки полностью особылись, ноги зашевелились, там пальцы, все, у меня тут прогнали, кто-то прогонюхал, что я туда проехал, этот элитарный госпиталь, это все-таки военная организация, я туда больше попасть не смог, но он под конец я им просто сказал, немножко лекции, он почитал, говорит, понимаете, мы все одинаковые, и если вы захотите уйти серьезно от болезни, можно избавиться от этого, вот, я говорю, человек в состоянии отрывать лишние нейтроны и выбрасывать их, мы сильнее, а почему, материя 300 тысяч километров в секунду, а человек распоряжение имеет колоссальную волну, ну доберитесь до нее, вот это, это в духовном, и дайте это все, если вы творите полезные дела, вы еще сверху более божьей будете поднять, и никто тогда вам не может противостоять, вот и все, то есть мы очень сильные, мы по рождению принцип остались нищими, из-за того, что не желаем становиться этими принципами, хотели бы, но работать не хочется. Еще что-то хочется такое добавить, что обретите внимание, скажем, когда-то была изложена простая и ясная идея Христом, ученикам, что произошло. Вот Господь Бог, Его пришедший в материю, в человеческом теле, носитель божественного Я, Я и Отец Единосуть, помните ее слова, то есть это был Бог, в творение не может войти полностью Бог, почему? В стакан невозможно налить океан, тем более Бог больше, чем океан, Он бесконечен, в конечное пространство не может вмещаться бесконечность, отсюда Он присылает тоже математический термин «необходимо» и «достаточно». Именно ту энергию, ту силу свою, которая способна противостоять тьме и выдать людям инструкцию, что делать и как, и поддержать их своей силой. Все. Затем Он пришел. Только у Него не было задачи крушить тьму, потому что не пришло время еще. Оно сейчас пришло. Что говорит Иисус Своим ученикам? Одному, второму там. Кто-то принчами рассказывает, показывает, они удивляются. Из воды вино Он делал. Что это чудо? Ничего подобного. Просто Он ускорил процесс брожения. Он был хозяин времени, хозяин энергии у любых. Взял и сделал. Или Он ходил по воде. Японцы доказали, что химически чистая вода, абсолютно чистая химическая вода, пленка поверхностного натяжения выдерживает до 100 килограмм. Думаю, Иисус не весил больше. И под ним, когда Он шел, вот этот мощный луч света, на вот эту линзу делал химически чистым, без проблем. И Он по ней шел. И пригласил Петра. Идем, прогуляйся. А Петр с перепугу провалился, потому что вера вытолкнула его из этого луча. И Он попал в свою среду. Японцы. И все. А что он пишет? Так что чудес нет и не бывает. Это просто физика инородная. То есть физика Бога, а не физика человека, а не физика материи. Нет чудес. Потому что Абушин пишет, что чудо – это аномалия, это что-то незаконное. А вот остальное, просто это вы не понимаете. Это все, что взять транзистор поставить у попласов на пляже, и они будут ему молиться потом. Если вы увидите, ага, тут что-то было, тут то голос шел. Вот мы примерно похожи на таких попласов, кто не понимает, что-то считает, что вокруг чудеса. Да не чудеса, это даже невежество, и все. Незнание определенных моментов. Что произошло с теми, которые потом стали называться апостолами? Апостол с греческой переводится, «постолами на проповедь». В самом слове ничего святого нет. А люди этому слову придают именно такое значение. Если что сказал апостол, шутить сказал Бог. Вот, надо верить, и верить, и верить. А что произошло? После смерти Христа, они были отрезаны от цвета, и какое-то время у них еще этот порох как бы был, но потом постепенно, ведь тьма через головы, вы знаете, как это происходит. Такое давление, потому что тьма всполошилась. Пока был Иисус с ними, она не могла одолеть. Но как только Иисуса убрали, тьма приложила колоссальные усилия, чтобы через руками священников и силами того народа уничтожить Христа. Получилось. Остались без поводыря. И тогда пошла атака на ей головы. Они достаточно быстро стали, ну, проповедь, да, они читали, но у них появилась как бы червоточина. И там не совсем прав, и тут не совсем прав. Потому что их заваливали колоссальным количество вопросов. Вы попробуете ответить, если практики еще мало. Вот скажем, я за один год занимаюсь этим, и я далеко не всегда могу ответить на все вопросы. Не могу, пока не пришло время. У них было где-то два с половиной, три года, когда были с Христом. Время не большое. Иисус говорит, что они набрались. Иисус говорил, еще не вмещайте то, что я хочу сказать. Вот поэтому постепенно происходит, раскрываются духовные глаза, постепенно. На это время нужно. Даже вот лекции я читаю по городам. Люди говорят, несколько раз мы на ваши лекции попадаем, и в конечном итоге начинает что-то оседать, что-то через голову проходит, и сердце начинает что-то понимать, и радость приходит, и осознание приходит. Если они, конечно, хотят. То есть нужно давление света, и нужно время. У этих учеников Христа появились свои ученики. Конечно, такой силы и точности подачи уже не было. Ученики что-то получали, но у них появились тоже между ними разночтения. И вот так происходило много раз. И каждый раз новое поколение, которые были учениками, все больше и больше распыляли суть христианства. То есть пошло как дерево. И уже во втором веке, я читал это, в 180-й год примерно, до нашей эры уже, Ирина Ильонски, так называемая Франция, сказал, что христианство уходит в песок. Надо остановить процесс. Надо взять какую-то наиболее живую еще теорию, ее, что, заламинировать. Законсервировать. Законсервировать, что не было дальнейшего отравления. Это и сделали. То есть, как пишет Лев Толстой, не выберешь дубинки без кривинки. Такое угрожение. Ну, выбрали что-то. Но это уже было не совсем христианство, но хоть что-то. Да, видимо, действительно, в то время это было необходимо. Именно такой вариант был. А уже, это был второй век, конец второго века нашей эры. А уже в 325-й год, это Никейский собор первый, до него император Константин разрешает христианство, оно уже к началу четвертого века уже было почти без оружия. Да, это была большая сила, но вот эти вот, как бы, тараканы в булочке, они мешали полностью воспринять то, что дал Иисус. Вот из-за чего вот это дробление, и потом эти вселенские соборы, если кто читал о них, что там происходило, вот, сколько было скандалов. Там и честные люди пытались отставить хоть остатки чего-то. Вот это все погребалось, и погребалось, и погребалось. Так тьма боролась против Писания, так тьма боролась против Евангелия от Христа. Вот, и поэтому мы на сегодняшний день имеем, что люди честные, которые говорят, мы не можем понять толком, что в Библии написано, если они честные. У меня дружба с Библией тоже не сразу сложилась, потому что, когда у меня все это началось, в 2014 году, вот, я уже через несколько месяцев понял, что я пытаюсь учиться жить по-западу. И тогда я думаю, надо Библию почитать, может, поможет. И у меня вдруг такой четкий, жесткий голос, не голос, а что-то, говорит, тебе Библию читать рано, ты ее не поймешь. И я даже как-то на суд посуду, почему же, глупый человек, мне говорит, не поймешь, ты сначала попробуй справиться с эмоциями. Я послушался, потому что я чувствую, когда со мной говорит линия света, а когда под линию света кто-то маскируется, то, что в церкви называется, прелести пытается меня внушить, я чувствую ощущение, душа у меня проснулась. Не всегда, правда, удавалось, ну, скажем так, отстоять, потому что я еще был такой сырой новичок, но чаще всего через молитву мне удалось держать этот канал связи. И прошло несколько лет, наверное, 4-5-6 лет. И мне почему-то вот тянет Библию, просто не знаю как. Я запрашиваю, Господи, помолился, можно ли мне? А мне говорят, ну, теперь попробуй. Я начинаю читать одни фразы, у меня ложатся хорошо, как бы тепло от них, радость такая, а другие фразы как-то я не принимаю почему-то, отторжение. Чаще всего даже это были не фразы, а отдельные слова во фразах. Не принимаю. Запрашиваю, почему? Мне говорят, ты получил свет из-за того, что ушла, страх ушел, ревность, тщеславие, там, это, это у тебя нет. Следовательно, пришел свет. И этот свет не подпускает ложь к тебе. Ты начинаешь сепарировать тексты, отделять. И когда я отделил, мне стало все понятно, просто, ясно, и великолепная логика. А нам говорят, какая логика? Верь и все. Я же не растение, что верить в то, что не понимаю. Я не могу так. Мозг протестует. Нормально у человека всегда мозг протестует, ему хочется логики. Логику, естественно, ты сразу все не добудешь, но постепенно, постепенно логика складывалась, простая, ясная, и все. Теперь возьмем Абрушина. Он написал эту книгу в 30-х годах прошлого века, то есть там примерно в 1930-е какой-то год. И самые первые переводы, конечно, были, думаю, очень хорошие. А потом пошла тьма подталкивать переводчиков таких, трактат по ядерной физике не может перевести сапожник по образованию. Но он должен что-то понимать в этом, а не просто слова. Кто знает технические переводы или бытовые переводы, разница огромная. Я должен знать терминологию, что за этим термином стоит. Я должен быть очень хорошим физиком, нагребней, лидером, чтобы все это перевести правильно. А если полуфизик, есть физики, которые даже не признают, что существуют быстрые волны, а ими уже пользуются уже ряд 50, я с ними встречался. Чего вы тут выдали? Есть быстрые волны? Все тут тысячи кем в секунду. Говорю, экстрасенсы, этого не бывает. Возьмешь, что-нибудь делаешь. Что такое? Говорю, ну алифы, эллифы не бывает. Поэтому работать мы против Писания, как против Гиблии, против Нового Завета, так и против отдушины. Потому что отдушина – это Евангелие. И проповедана будет еще одна Евангелие всему миру, и наступит конец. Вот оно проповедуется сейчас. Оно идет по всему миру, захватывает все больше и больше населения. Те, которые хотят, конечно. И книга пишет, что если кто понял Христа, я не нужен. Если вы правильно поняли Христа, потому что я одно и то же буду говорить, только на другом языке, на современном. Не теми словами, которые когда-то говорили в еврейском народе это тысячи лет назад. А сейчас для современника излагать этот материал. Причем даже сейчас вот читаешь и чувствуешь дыхание того века. Сто лет назад это почти был. Судно. И так далее, и так далее. Поэтому в интернете, где есть это, есть целые там сайты, где попытка есть исказить. Есть люди, которые там клички у них определенные, интерпретируют это душина и пытаются уже это тоже закопать. Прошло сколько лет с 30-х годов? Ну 65 плюс 15, 80 лет, да, примерно. Я душину знаю с 95-го года, уже тогда искажение шли. То есть несколько десятков лет и тьма уже опять же остервенела и работает, чтобы исказить текст. Почему? Да потому что если человек поймет, что за ним стоит и начнет это делать, тьме конец. По крайней мере в пределах поля этого человека. А если таких людей будет много, власть дан будет очень большой и спасись сам, вокруг тебя спасутся тысячи. Примером своим, своим здоровьем, радостью, блеском глаз, независимостью от возраста будьте злой других людей. Даже молча скажет, а как вы добились? Болеть не хочется, деньги тратить не хочется, только за одно здоровье. Я говорю, да пожалуйста, с 1994-го года я ни одной таблетки не выпил, ни одного обращения к врачу не было. Потому что это не нужно. Зачем? Когда можно все самому исправить. Надо брать нежадность. Меньше таблеток. Единственное, что я могу сказать, потому что некие люди воспринимают это как догму и перестают пить лекарства. А потом начинают сильно болеть и паникуют, и мне звонят. Вы сказали, что нельзя пить. Я говорю, кто же сказал, что нельзя. И если вы побеждаете тьму, реально, с большой скоростью, они вам и так не понадобятся. Но если вы этого не делаете и не пьете таблеток, вы умирить можете, ребята. Вы что? Тут одно из двух. Либо сильная душа, либо врачи. И врачи мне говорят, я так вы у нас так всех пациентов уведете. Я говорю, на вас, лентяй, хватит. Не беспокойно. На одного из ущих, миллион падающих. Так что, вот так вот. Ну, что еще, можно сказать? Давайте немножко по здоровью. Напоминаю вам основное, каким образом начинает разрушаться здоровье. Из-за того, что человек имеет неправильную позицию, именно духовную, в данном случае антидуховную, к этому миру, он ищет справедливости, а справедливость ходит рядом. На самом деле, в самом понятии Бог совершенен, не может быть несправедливости на земле. В совершенном мире не бывает несправедливости. Ее действительно нет. Почему мы страдаем? Нам говорят, правильно, в храмах, за грехи ваши. А логика говорит, чтобы не страдать, надо от них избавиться. Детская, простая логика. Вопрос другой, как? И вот, опять приходит Евангелие, говорит, исправляйтесь, в этом ваша победа. Нужны практики. Нужны кто-то будет убрать эти тексты, практически идти по этим текстам, добиваться, каким образом это делается. Это одна из моих функций, это донести до людей то, что я сумел сделать. Вот, скажем, за какие-то первые годы я научился, потому что пошел у меня тоже текст, если ты сможешь победить свое, значит, ты сможешь передать это то подругим. Не сможешь свое, значит, не пытайся учить других тому, чего ты не можешь. Ну и правильно. Ну вот, и когда я получил дивиденды в виде здоровья и в судьбе какого-то изменения в лучшую сторону, ты рассказал, эта теория проверена, она хороша и для людей полезна. я за этой головой отвечаю и все. И в том числе и перед Богом я не искажаю. Ничего. Вот те же самые электроны, протоны, о которых мы недавно говорили. Есть элементарные частицы, протоны, нейтроны, электроны. Я повторяю, то, что вчера рисовал, удар любой эмоции намного сильнее, чем сдерживающая сила, которая формирует прочность атома. Потому что С, скорость перекламодительных колебаний, содержит атом в балансе. А удар страха, скажем, на два порядка выше или обиды, или ревности, или зависти. То есть продавливается у нас вот так вот элементарные частицы ведут себя негармонично, аномально. Из таких атомов, соответственно, будет аномальная клетка. Из аномальных клеток аномальные органы, будь то печень, или сердце, и так далее, или нервная система. Второе, то, что дестабилизирует человека. Вот нервная система, вы знаете, правильно, это головной и спиной мозг. Но еще есть и кровеносная система. Вот возьмем сосуд с кровью, увеличим он. Вот видите, протекает кровь. Японцы, опять же, доказают, что жидкость воспринимает информацию. Если рядом какие-то грязные слова произносить, или еще что-то такое, а человек им дает окраску, всегда, такую, негативную или позитивную. Так вот это начинает искажать. В воде закладывается эта информация, и тогда если формируются кристаллы, замораживают, кристаллы будут какие-то более хаотичные, некрасивые. Если же рядом там слова «любовь», «это», «это», человек это излучает, это излучение, что очень красивые кристаллы. Значит, жидкость имеет возможность сформировать ответ, что ли, как реакцию на то, что рядом происходит. А наша кровь – это жидкость. Вы представляете, в какой грязной ванне мы ежедневно купаемся? Мы и зависть испытываем, и ревность, и обиды друг на друга, и чего только нет, это только, скажем, семейные дрязги. А что вокруг от соседей, а что вокруг от руководства, от наших друзей иногда в кавычках, а что от нашей власти, чиновников, и вообще все. И когда выкупаемся в этом, знаете, что с нашей кровью происходит? Что значит, что с нашими атомами происходит? Откуда, что здоровье-то будет? Вот поэтому, когда гармония идет и стабилизирует все наши процессы, ты здоров. Кто выводит тебя из этого луча? Обида. Раз. Еще что-нибудь два, три, четыре. Обида вот сюда бьет больше всего. Горе сюда бьет, спазм сражение, боль. Страх бьет, по-третьему, сюда страх бьет, сюда бьет материализм, жадность. И не обязательно жадность патологическая, просто вот новая мебель дороже, чем какие-то там, не знаю. Вот и все и получает сюда искажение. Во второй мы говорили в пояснице. Вот первая чакра так называемая. Я называю там не чакрой, но индусский термин. Всегда духовная лень бьет по крестцу, крестцовое сплетение. И тогда позвоночник барахлит начинает, корень жизни нашей. Позвоночников здоровых практически ни у кого нет. Как у меня и радикулиты были, и там травмы были спортивные. Я там для кандидата мастера, когда служился в спорте, такой жесткий спорт был. Как только я разогнал свои лень, у меня буквально в 94-м году в конце позвоночник стал как резиновый. Я даже удивился. Я помню пошли кататься на коньках. Никогда на коньках не стоял, потому что я вырос в совершенно другой южной стране. Дай попробую. Одел коньки, как корову. Когда мне показали, что надо не так вот, а вот так отталкиваться. Ну, показали. Я быстро понесся, хорошо было от этой скорости. Я забыл, что тормозить еще не умею. Я пытался затормозить и навзлить, как грохнулся, буквально не сложившись вот так затылком. Аблер, мы аж все остановились на катке от этого грохота и смотрим, что будет. Я спокойно, у меня даже ушиба не было. И покатился дальше. И думаю, как бы научиться тормозить. Тормозить это важно. Через минут десять опять так же упал. И опять ничего. И потом смотрю, там шушу кусть. Что-то у него это... Я что-то такой... Что-то... Упал, упал, и не жалуется. Даже травы никакой нет. Поэтому вот так отвлечения все зависит от того, от правильной позиции. Потому что голова, вот шестая у нас, как его называют опять шестая чакра, она искажается измами. материализм ложная идея, фанатизм ложная идея, национализм ложная идея и прочее, прочее, и прочее ложь, ложь и ложь. Это идеи, которые фактически формируют наше мировоззрение. И через голову блокируют нам вот эту гармонию. Если все это уничтожить, что если ты родился, скажем, там, русским или там кем-то, что ж ты этим кичишься, ты кичишься всем тем, что ты родился во вторник. Ну что, то я в четвертку. Зачем все это предпогасить как нечто исключительное? Поэтому когда изма разгонишь, голова отвечает тем, что сосуды прекрасно начинают функционировать, растворяются любые бляшки, уходят в сосуды. Здесь обиды, уныние, раздражение и так далее. Здесь жестокосердие у мужчин это мужественность у женщины, женственность сердца. Вот почему женщина сердце болит и болит. Я говорю, потому что вам не хватает ну скажем такого мягкости, кротости, потому что женщина бизнес-вуман. Хорошая женщина, порядочная, честная, симпатичная, но жесткая. Я говорю, вы солдат в юбке, а это не женское дело, воевать за жизнь. Мужчина да, это мужские формы работы, а женщина немножко другое должна в этот мир вести. Это не значит, что женщина глупее. Нет, прекрасно справляется и в политике, и в банках, и там на производстве. Идеально справляется, дело не в этом. У нас непостась разная. Мужчина более грубое существо, и он должен грубыми делами вот этими заниматься, скажем, рыхлить почву, разгребать, строить, защищать, добывать. А женщина, она красота. Ее нужно оберегать и не давать ей, чтобы она грубела. Если она начинает грубеть, она перестает светить вот этой нежностью. И как не станет становится, перестает быть мужчине интересным. Я имею в виду нормального мужчины. Никакого телефона с того. Вот такие вот искажения. То есть здоровье наше полностью зависит от того, насколько мы луч света пропускаем в себя. Свет не пойдет туда, где в него не верят. Раз. Свет не пойдет туда, где против него плюются грехами в два. И в третье не пойдет туда, где лень и нежелание вообще ничего делать. Вот это основные помехи. А соответственно, если лень победить, мать всех пороков, раз. Если открыться в вере, если начать движение, борьбы с собственными грехами, и знать, как это делается, в общем-то процесс состоялся. И как говорится, выбор завали. Потому что я не имею права даже тоном вас давить, ничего подобного. Я знаю, что надо, я проверил, да, мне хорошо вот это, а вы сами решаете. Потому что ваша судьба в ваших руках полностью, а соответственно, что вы сеете, то и пожмете. Вы же сами прекрасно знаете, что это так. Одной фразой достаточно. Умирайте. Что сеете? Будете сеять горок, пшеницу получите в своем огороде соответственный урожай. Будете колючки сеять, или какие-то мины закладываете, но они у вас и взорвутся на пути. Пожалуйста. Мне кажется, достаточно, если что мы в такой непринужденной обстановке какие-то нюансы отработаем. Есть какие-то вопросы, если я отвечу, пожалуйста. Да. Меня очень интересирует сон. Какое в нем значение снов? Сон? Да. Значит, сны бывают разные. Я напомню и себе и вам. Когда-то я так думал, что это парапсихология в первом месте своей работы. Не сразу мгновенно понял, что я вошел на путь лидерезный. Читал литературу специализированную что такое сны. Исследователи снов говорят, что во время сна бывают альфа-ритм мозга электринцепалограмма. ЭЭГ так называют. Скажем, есть альфа, есть бета, какие эти излучения мозга. А есть как называется тета излучения. Они не такие как кардиограмма, колючие. Почему тут называется меандр? Вот такая запись идет. Идет такую запись. И удивились, что такое. Эта фаза назвали БДГ. Быстрое дергание глазами. Дергание. Потому что у человека вариме то сна вот так вот ресницы ходят. И сначала думают, что он притворяется. Нет, наоборот, он очень глубоко спит. Очень даже какой-то шум не разводит. Исследователи не поняли, что это но. Это есть вещи и сны. И идут они оттуда. И человек часто их даже не помнит. Он просто проснулся с ощущением либо тревоги, значит, его предупреждает сверху свет. Будь осторожен, тебе приближается неприятность. Что-то произойдет. Либо наоборот становится очень хорошо. Идет какая-то благодать и тебя поддерживает свет. Что-то дает какую-то радость. О том, что еще шаг, еще два можно. Ты проснемся, что-то хорошее произойдет. Поэтому если рисовать голову, то, что мозжечок структура, продолговатый мозг, мозжечок, лоролиев мозг, вот мозжечок, он как раз ведает приемы. Если мозг перевозбужден, вот эти эманации мозга, излучения, часто спать не дают. И у вас сны тогда идут, распечатка, потому что мозг ведется как принтер. Он волновую информацию превращает в образном. И вы, накопивши земных впечатлений, можете распечатать вот эти земные впечатления в виде вот дальше. И есть прием от чувственного это мозг, и есть чувственная оболочка, которая тоже фонит. И она вам дает сюда тоже. Наложение происходит в кадрах. И эта информация, и эта информация. И плюс еще иногда вот эта информация. Три. И все перемешивает сейчас. И такая фантасмагория, не поймешь, что происходит. У меня часто снятся вот такие сны. Иногда предупреждают что-то с родственниками. очень часто снятся змеи, которые атакуют меня, жуткие змеи, какие-то чудища. Но в отличие от кошмаров, которые у меня раньше были, я с ними всегда справляюсь во сне. Мне удается их победить. Бывает какой-то зверь набросится ему, пасть порежу. Буквально, потому что он тебя пожирает, и естественно я одно, я понимаю, что я должен разорвать его. Бывают змеи, которые удается уклониться, реакция боксерской, когда помню, бассейн, я в бассейне по грудь стою, и вдруг из этого отверстия, где водозалив идет, вылетает такая типа анаконда, может чуть поменьше, черная, и летит со страшной скоростью, я уклоняюсь. И грядом какая-то женщина мне помогает, вместе выскакиваем, думаю, интересно, значит ты от какой-то опасности ушел. Бывают мои знакомые, которые тоже змеи, говорят, будьте осторожны, там опасность, то есть змея это всегда опасность. Есть и другие формы, которые тоже неприятные, ну, есть люди, к которым кошки снятся, злые, вот одна женщина, кошки, кошки, я говорю, смотрите, от семьи даже идет, от мамы, она говорит, она меня как, не ненавидит, она не что-то пытается это, я говорю, ну, противостоять не надо, на ненависть не надо, ненависть отвечать, видимо, у мамы какой-то ущербный вариант судьбы, то есть она говорит, да, там, рассорились, разводятся, папы, скандалят, я говорю, поймите, ей сейчас тяжело, то, что она пытается сбросить куда-то негатив, ну, поймите, что вы, как человек, понимающий все, не должны отвечать злом на злом, спокойно парируйте это, но в то же время и не взвейтесь, учите все это, потому что через эти наскоки, в том числе от родственников, если мы их в смирении принимаем, то есть не обижаемся, мы тоже искупаем, можно сказать спасибо, такой вариант искупления тоже устраивает, а то, что в семьях часто это происходит, и мы не даром сказали, враги человека домашние, вот ведь на какой-то пункт своей судьбы оперся Иисус, ведь он тоже пришел ребенком и тоже исследовал понятие человека и человеческие отношения, и он не сразу с пяти лет стал вещать, что он сначала набрался опыта, а потом стал передавать, вот, изучил язык этого народа, потому что человек же не слышит Бога, он отрезан от него своими грехами, и очень давно, и очень толстая эта туча, поэтому нужно кому-то сюда прийти, разорвать эту тучу и выдать человеку инструкцию на его языке, чтобы тебя понимали очень просто, вот тогда да, это и была задача Христа. Юрий Николаевич, можно тоже по знамедению, откуда тогда получается эта информация идет, в третьей стадии сна, практически сверху, именно практически. То есть, душа, которая, помните, я говорю, душа не имеет времени, она вечная, она захватывает и ваше будущее, и ваше прошлое, и она, допустим, видит, что к вам что-то приближается и начинает говорить, будь осторожен, принимай меры, сделай хоть что-то. А вот у меня вот, она умерла 10 лет назад, и она очень много лет мне снилась почти каждый день. Как, вот когда умершие родственники приходят очень часто? Ну, они у вас о чем-то просят. Давайте это мы за кадром оставим, я могу что-то рассказать, но это не должно быть достоин эфира. В Библии написано «Почитай родителей своих». И в то же время есть фраза «Ох, когда зовут Христа, там мама твоя с братом пришли». Тот мне мать и брат, кто почитает этот сам родитель. То есть это две противоположности и все-таки как середина. Да, я неоднократно отвечал на этот вопрос. Смотрите, есть вот тут эти заповеди, вот тоже «От души на», книжечка маленькая. Там как раз по каждой заповеди есть целая глава. И он говорит, что когда-то было сказано «Чти отца и мать», но не сказано там «твою, свою». Почему? Потому что далеко не каждую мать и отца можно чтить. Это говорит о том, что чтить надо саму суть отцовства и материнства. Что это сказано больше даже для родителей, не для детей. «Будь достойным отцом». «Будь достойной матерью». И тогда у тебя достойные дети. И вот таких матерей и отцов надо уважать, любить и защищать, и все. Вот поэтому пишет о бывшем, что, к сожалению, эту заповедь исказили. потому что, если мать сквернословит, не дает тебе жить, пьет или там еще что-нибудь, ну как ее чтить? Чтить – это уважать, но невозможно уважать порог. Невозможно. И не надо, скажем, заставлять себя говорят, что вы несовершенны, поэтому какая мать есть, такую вы должны любить. Я говорю, конечно, какая бы у меня мать ни была, я все равно ее не брошу. Если она вот что-то не понимает, я буду возиться с ней, объяснять, потому что она мне жизнь дала, я за это благодарен. Но если мать начинает мне мешать, ведь у меня такое было, что мать, у меня научный был работник, свои труды были, книги свои, то есть она известная личность в своей области. И она мне сказала, что ты ерундой какой-то занялся, был хорошим жене, вот эта ахинея вся на тебя насела, ты с ума сошел. Вот было давление довольно долго, годы два это было. Я молча шел, я ее не ненавидел, я просто избегал контактов, где-то помогал ей по здоровью, и потом я сказал, мама, ты прожила определенную жизнь, хорошо ли было тебе в этой жизни, посмотри, что произошло в нашей семье, посмотри, что произошло у тебя на работе, посмотри, что с твоим здоровьем у тебя места живого, это нет уже, вся больная. И ты хочешь, чтобы я жил так, как ты хочешь, по твоему варианту, по твоему сценарию, не будет так. Посмотри, как на своего сына, он болел до 46 лет, а теперь посмотри, я расцветаю, мне все лучше и лучше, если ты меня любишь, оставь меня в покое. Разговор был без напряга, но вот у меня такой интенсивный разговор. Она так вдруг осела, посмотрела на меня, ты же научный работник. Наука говорит, что теория без практики, мертва, вот я вошел в одну теорию, проверил ее практику, мне хорошо, ты же сама видишь, я свой, вот такой здоровенный этот самый, талмоз со своими болезнями, что я всю жизнь, я его выкинул, мне не нужен больше, почему ты меня тормозишь? и она говорит, ну, наверное, ты прав, и успокоилась. А еще через 2-3 года сказала, ты мне жизнь продлил, ты мне помогаешь по здоровью, я чувствую, что если бы не ты ко мне тащишь, я бы думал, может быть, умерла, спасибо тебе за несколько лет жизни, терпение, 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 и вот эта внутренняя благодарность, так что, эта заповедь интересная, но ее надо правильно понимать, что если я отец, и то, что я упустил в воспитание дочери, ссори, потому что я не знал, как я считал, что мужчина должен быть добытчиком, должен действительно от грубости, женщины защищать, деньги, чтобы их хватало, чтобы была крыша над головой, я добился буквально в первые же 2 года работы своей после вуза, у меня уже квартира была, потому что я диплом свой спрятал, и ушел на стройку работать бетонщиком, и там первый разряд, монтаж панелей шел, все, у меня образование было, хорошее образование, я говорю, ну мне же надо, вот я собрался жениться, там через полгода, я хочу, чтобы моя жена жила в квартире нормальной, они мыкались по углам, или там со стариками, которые вот тоже свои, не хочу, я очень люблю независимость, вот свободу люблю, для меня это главное, я добился, буквально 2 года работы, даже меньше, я получил квартиру, да, бетонная, да, не очень хорошая, но она моя, была такая радость, в советское время это большая удача, теперь говорю, так, теперь нужно зарабатывать, но на стройке я поработал 2 года, и чувствую, что надо что-то другое делать, один диплом у меня авиационный был, я пошел еще в один гидростроительный, там, ну, герегационный институт, закончил его, заочно работая, деньги были, потому что в советское время 300-400 рублей я получал, был вот это уличная сумма, это все равно, что сейчас так, 1200 в рублях получают, 300, ну, в валюте, я не знаю, 3-4 тысячи евро, у меня семья никогда не страдала без денег, но жена мне сказала, я буду тебя любить, если ты будешь получать 500 рублей, я про это воспринял, как мужчина, может быть, ты и права, говорю, есть, и собрался, уехал в Туркмению, в Туркмению, нет, пыль, вот так, вот так, при такой морозе, за твои шарфы сюда, у меня наждак здесь уже, а надо там на объектах работать, ездить 200 километров сюда, вот под этим дорогом, 200 туда, об ком тебе нервы трепет, вот, это кошмар. Я в 30 лет уехал, и вот за 5 лет, я совершенно другим человеком стал, потому что мои сверстники, все, кто остались в столице, они, ну, такие, приятные ребята, а у меня там, как год за 5 шел, я такой матерый стал, потому что нагрузка большая, кадров нет, работать не с кем, из-за механика, из-за там, бухгалтера иногда, из-за прораба, из-за того, из-за экономиста, из-за табельщик, все, ложится, потому что, ну, люди там, как это, на пиратском корабле, в основном ссыльные, в основном какие-то, с поселения, уезжают там, и вот, говорю, они такие все, когда я приехал, он говорит, ну что, сдобная булочка, приехал тут в финском костюме, мы тебе покажем, и вот началось, я понимаю, что тут какой-то паритет нужен, я не должен, скажем, под них поддаваться, вот этот, фамильярничать, популизм какой-то, и в то же время, я должен ими управлять, вот я учился быть этим капитаном, там удалось, и буквально полгода прошло, когда все стало получаться, потому что, приезжаешь, какие-то строительные вагончики, зима, никто работает, каково это, куда у нас работать, на улице, мороз такой, ветрища, я говорю, а когда работать, тут так вот, сейчас месяца два будет, и антисанитария, и вагончики, и метеористы, сами понимаете, довольно холодно, там буржурька работает, на... то есть я как бы с ними не стал кичиться, что я начальник, а вы такие, и постепенно, постепенно все это впривлось, главное уважать человека, кто рядом с тобой, не кичиться своей должностью, и многое, что другое, вот, а потом, потихоньку, потихоньку, когда люди увидели, что я на какой-то степени работу знаю, а то, что не знал, вот добыл здесь в опыте достаточно быстро, что когда какие-то, такие задачи надо было решать, у меня хватало мозгов больше, чем им, я говорю, вы, ну был такой момент, когда, вот ровная степь, новый объект формируется, на машине, на грузовике, привозят дизель-экосстанцию, она весит там тонны две, крана нет, я приезжаю на машине, говорю, а что вы ее не разгружаете, а чем разгружать, сроку, чем разгружать, я говорю, бригадир, иди-ка сюда, ты сколько, говорю, бригадиром работаешь, 12 лет, только бригадиром, говорю, 12 лет, бульдозер стоит, а что, бульдозером, что ли, разобьем, все стаскивать, я говорю, бульдозер, иди сюда, копай, выкопали, такую яму косую, машину туда загнали, борт, вровень земле, а теперь бульдозером стащили, это так сложно, что ли, ну ерунда, ну немножко напрягитесь здесь и все, и вот так сколько раз, и только вот из ТЭЗа складываются уже и ко мне тогда отношения, что я могу решить, человек понимает правильные решения, ну и все, я думаю, что все, что рассказывают, не столь нужно в эфир, это я говорю, я как бы уже даже закончил официальную программу, просто говорю, что в человеке всегда есть потенциал, его надо использовать, как духовный, так и рассудочный, но напрягайтесь, думайте, творите что-то, и все получится, голь на выдумке хитра, когда чего-то нет, всегда можно что-то выдумать, что-то придумать. Субтитры сделал DimaTorzok